Как будут развиваться события в конфликте, который набирает обороты и становится все круче, все масштабней, все объемней и вширь и вглубь растет, прямо по часам растет, даже не по дням. Это между группой Зеленского, корпорацией Зеленского, назовем корпорацией Зеленский, 95-й квартал, и корпоративно-финансовой олигархической группой, это Ахметов-Новинский. И каждая из групп выстраивает свои диспозиции, позиции, свои защитные брустверы, свои дзоты, доты, минированные поля, если использовать такую военную лексику. И старается привлечь к себе новых ланскнехтов, сторонников или наемников, или пробичники в украинском мове. Тоже такая добрая дефиниция прибичники, лучше, чем на русском сторонники. По разным моделям это делается, формируются прибичники нормально, поскольку капитализм и Ахметов очень богатый по-любому человек, то большая часть прибичников, она, конечно, идет за соответствующую плату. Ну, понятное дело, что те, которые идут к Зеленскому, они тоже же не бесплатно работают. Поэтому там разговоры, что кто-то получает деньги, кто-то не за это работает, за бренный металл. Люди гибнут за металл, а как бы с металла. Поэтому я думаю, что формируются как бы два таких, два, ну назовем их даже, ну не армии, но назовем такие две группировки, два таких объединения, две сублимации. Вот, может, таким способом союзнические какие-то создаются агломерации с той и другой стороны. Если берем группу, ну давайте Зеленского, то у него что получается? У него получается первое, конечно, то, что его командные высоты, то есть его командная высота в государстве. Это президент, он же главный военнокомандующий, то есть по-любому под ним армия, по-любому он назначает СБУ, по-любому он фактически назначает министра иностранных дел. Его теперь министр внутренних дел, как бы там ни было, поскольку Аваков так был, как говорится, аннигилирован с этой должности. У него же генеральный прокурор, ну, у него мощнейшая структура – это офис президента, который, как бы, не прописан в Конституции, но имеет серьезнейшие полномочия во главе с Ермаком, очень таким, прямо скажем, успешным стратегическим менеджером, очень успешным. И такое впечатление, что вот если так Ермака сейчас смотреть, он напоминает модель айсберга, да, то есть на поверхности какая-то часть есть человека, а все остальное скрыто, вот оно просто скрыто. Ну, Ахметов тоже такой же, но с Ахметовым как бы более уже понятно, много лет он в пространстве действует. Понятно, что до Ермаком этого как бы легко можно, вот эту, которая часть не видна, ее при желании легко можно увидеть, сканировать, назвать, то есть как бы она известна. Просто многие, основная часть просто боится ее называть или в силу страха, что их могут уничтожить физически, политически, социально, или просто их покупают. То есть им платят деньги, и они просто замолкают. Но по Ахметову как бы есть вся эта информация, ее достаточно, ее можно спокойно получить, ее можно оприлюднутой. Тоже добрая такая слово украинскую мову, оприлюднутой. А вот по Ермаку как бы это сложно, потому что пока непонятно. То есть есть папа, который типа вот работал в Афганистане, ну по-любому, так или иначе был связан с КГБ, однозначно. Живет вроде как в Москве. Есть мама, которая живет там в других западных странах, где там она, да. Вот все остальное, семья, есть семья, но нет семьи. То есть достаточно уже взрослый человек семьи не создал. Кто жена? Нету вроде как жены. Детей вроде тоже нету. Братьев, родственников, откуда он взялся, как он появился, с кем связан. Тоже нет. Все как бы такое терринкогнито, закрыто, все закрыто, закрыто. Как будто кто-то прямо зашивал все, зашивал, зашивал, зашивал. Но человек очень подготовленный. По всем параметрам это видно. По выправке, по действиям, по умению вести переговоры, по выступлениям, по воздействию на других людей, по умению добиваться своих целей. И опирается на систему. Видно, что даже вот если мы с вами проанализируем, делать так на вызывами вагнеровцами, то прямо скажем, что благодаря Ермаку Зеленский не попал в расставленную ловушку, которую ему делали через этого Бурбу, генерал-полковника, лауреата ордена Богдана Хмельницкого дважды при Порошенко Януковиче. Ну, это же полный просто абзац с Бурбой этим. Кстати, его кто двигал? Кондратюк. А самое интересное, что Кондратюк погиб в 21-м году на свой юбилей почти, чуть позже, в июле, кажется, 21-го года, слышите, в Египте во время дайвинга. Ничего себе! Вот так вот поехал в Египет, такой фахивец, все, такой человек, и вдруг бац, взял и умер во время дайвинга. Значит, убили его, прямо скажем, убили. А вот кто убил? Почему убил? Тут вдруг выясняется, что он якобы там что-то давал Зеленскому какую-то тоже информацию. А Бурба это был его выдвиженец. То есть, такая темная, такая липкая, грязная какая-то уже история. Уже, то есть, гробы, скелеты появились, смерти появились. Вот, вокруг Бурбы. Вот это всего очень много. Очень много. Вроде такой симпатичный парень, такое лицо у него приятное на первый взгляд. Да? Но видно, что он, вот, видно, что он играет лучше, хуже, что он выполняет чье-то задание. Вот он, то, что он там в суд подаст на Зеленск, вот эти слова про суд, там, достоинство, честь. Вот это как Яценюк, кто тоже у того достоинство, честь. Вспомнило бы чудо, как его зеленкой облили всего, как ему морковку в нос сували, как его этот Олег брал, или как там этот самый, тоже, Стернополь, ну, супер депутат. Когда он его между ног поднял, там, с этой трибуны вынес в Верховном Совете. Такого позора еще ни один премьер не проходил в Украине. Сколько там, десятки были. Может, со Шмигалем что-то подобное будет, оно так похоже, что может быть. Но такого, как Сеценюком был. И это такое, вот, как говорится, большое и крупное, оно еще, так сказать, говорит о каком-то там чести и достоинстве. Слышите? Ну, какая у тебя там честь? Какое достоинство? Уже просто в тряпочку бы, как говорится, замолчал бы себе тихонечко, и все. Нет, он все время у Шустера, все время он там это рассказывает, все время там, как говорится, в грудь себя бьет. Ну, такой прямо живчик. Живчик, очень большой живчик. Прямо... Ну, мы видели таких много, как говорится, их было очень много. Иных уж нет, а чедолеча, да. Так что посмотрим, посмотрим, как это все будет происходить с этим экземпляром. Вот это, это как бы видим, что вот Яценюк, это уже обойма Ахметова, да, то есть, Ермак, это, ну, это так, это пока даже это больше, чем в обойме. Это прямо как часть Зеленского. Вот часть, вот есть Зеленский, есть Ермак. Может, он его выводит из Зеленского, из каких-то, так сказать, просветленных состояний. Книги такие разные, есть охота там на Ясновица, например, да, что там, да, и других можете почитать, там разных, когда там рассказывают, когда человек может покидать вот свое физическое тело, отделяться в астралии, так сказать, двигаться там, решать разные вопросы. Ну, должен тот быть как бы один, может, даже не один, который следит за тем, чтобы не разорвалась вот эта связь между физическим и астральным телом. Ну, вот Ермак какую функцию выполняет, ну, какую-то что-то он выполняет, очень, очень значимая, ну, это такая моя как бы такая версия, скажем, очень, очень для Зеленского, ну, просто жизненно необходимая, жизненно необходимая. То есть, это два человека в одном сосуде, да, два человека в одном сосуде. Вот. Вот. И они давно. Ну, кстати, вот у Порошенко это был Каноненко, поэтому, ну, этот Свинарчук Гладковский у него был. Ну, у Порошенко как бы несколько таких людей. Ну, жена его, конечно, Марина. Благодаря ей он, конечно, в общем-то, собственно, во многом и состоялся. А Зеленский и вот Ермак. Ермак – это ключевая фигура. То есть, если брать, как бы, Ахметова и Зеленского, то, конечно, кажется, что Ахметов крупнее, круче, давно на этом пространстве, давно на этой сцене, на этом рынке. А Зеленский вроде как молодой, ранний дилетант, только зашел, а там всякими его словами обзывают. Даже тот же Бутусов там говорит, что готов был дать ему там, так сказать, по лицу. Ну, по-другому немножко. Там еще его как-то обзывают. Там Захарченко вдруг этот Янукович, а министр внутренних дел, который бежал, как говорится, с Украины, тоже прорезался. Там Олейник из Каневской четверки, Владимир, там был мэром Черкасс, там ассоциацию мэров когда-то возглавлял, шел в президенты еще тогда, против Кучмы. Тоже такой мутный-мутный человек, очень мутный. Тоже там у него столько криминальных дел всяких, интересных против него. Только читать и читать. Такого там понаписано. Ну, видите, тоже, так сказать, на поверхности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова